В республике вспоминали историческую дату. День начала вывода советских войск из Афганистана. С тех пор прошло 35 лет. Среди наших соотечественников, достойно выполнивших свой интернациональный долг, и славный сын Карачаева-Черкесии Владимир Германбеевич Лоов, который погиб, спасая своих товарищей. Подробнее в репортаже Аллы Динаевой. Солдаты, прошедшие через Афган, представители средств массовой информации и молодежь собрались в актовом зале Дома печати, чтобы еще раз вспомнить о трагической и героической странице истории. Уважаемые афганцы, уважаемые коллеги, мы всегда должны помнить, знать, что наша страна, наша держава, держава и держится по сей день вот на таких ребят, из которых многие отдали свою жизнь ради сохранения нашего государства. Слава таким ребятам. В десятилетнем вооруженном конфликте погибли более 15 тысяч советских воинов, 42 из которых – это жители Карачаева-Черкесии. Среди них и 19-летний Владимир Германбеевич Лоов из аула Малоабазинск, который погиб 20 мая 1986 года. Знаете, он погиб очень трагически. Он вынес четырех раненых и ушел за пятым. И в этот момент он погиб. Своей книге «Багрянная луна» Исам Мамчуев посвятил стихотворение Владимиру Лову, которое прочитали молодые люди. На мероприятие были приглашены и родственники погибшего в Афганистане Владимира Германбеевича. Медаль «Семье погибшего героя» вручили его старшему брату. Потому что он был настоящим героем. Настоящим героем, настоящим выходом из афганистского братского народа. Спасибо, что помните. Народ, не помнящий прошлого, не имеет плющего. Поэтому дай вам Бог здоровья, что не забывайте. Вы сами через все это вошли и знаете, что такое. Очень мягкий был. Афганская война шла вовсю уже. Почему они пишут родителям, что они там слушают? Полевая почта есть, полевая почта. Скажи, там слушаю, там слушаю. И дома никто не знал, где он слушал, кроме меня. Рамазан Бадахов – ветеран боевых действий в Афганистане. Он был знаком с Владимиром Ловым. Впервые мы встретились на призывном пункте в Ставрополе, рассказывает он. Потом три дня в поезде Дашхабада. Оттуда уже нас раскидали. Потом уже, когда после учебки в Афганистан отправили, я попал в 66-ю бригаду. Его там встретил. Там встретились, мы с одного призыва были. Потом неделю там продержали, нас потом раскидали. Он попал в Дашхабаду. Я в разбитку. После этого меня в другое место. Ну, на месяц. Потом я когда в бригаду приехал, ну, тогда уже сказали, что он погиб. У России великое прошлое. И если чаще встречаться и не забывать наших героев, которые проявляют самоотверженность и преданность родине, тогда у нас точно будет и великое будущее, говорили выступающие. Алладинаева, Расул Бердьев, Вести, Карачева, Черкесия.